Дорогие друзья, добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию. Дмитрий Квартальнов, главный тренер команды «Динамо Минска». Пожалуйста, Дмитрий Вячеславович, ваше мнение о матче. Довольно результатом. Много голов забили. Потренировали, конечно, меньшинство. По-моему, три гола мы забили. Удачно забили в меньшинстве. Может быть, соперник обрезался и получилось так, что забили. Не часто такое встретишь, но в хоккее все бывает. Спасибо. Артур Борис, пожалуйста. Вот некий Артур Борис у нас в зуме. Есть вопросы какие-то? Пожалуйста, включайтесь. Есть вопросы у пресс-службы «Динамо Минска». Спасибо. Друзья, продолжаем пресс-конференцию. Александр Завьялов с нами, главный тренер «Нархогеновый клуб ВИС». Александр Васильевич, пожалуйста, ваше мнение о матче. Ну, знаете, после таких матчей и после такого поражения тяжело что-либо комментировать. Оправдываться никто не будет, я сразу говорю. Но когда мы пропускаем в большинстве две шайбы, говорят, ну, о чем же это можно говорить? Что можно сказать? Концентрация? Что здесь? Понятно, да, что соперник играл агрессивно, когда они играли в меньшинстве, но мы не имеем права пропускать. И когда ты пропускаешь такие шайбы, психологически очень тяжело потом команду поднять. Я ни в коем случае не хочу оправдываться. Мы все вместе проиграли. Мы все вместе залезли. Мы должны все вместе вылезти. Александр Васильевич, пожелаю вам только успеха в следующем матче. Спасибо, благодарю вас. И безздравления всех, кто травмирован тоже. Потому что это тоже важный аспект. Много всего важного. Очень много всего важного. За пожелания большое спасибо вам. Ждем команды в боевом духе в матче с Адмиралом. Спасибо. Хорошо, спасибо всем. С нами Виталий Попов, нападающий «Витязя». Виталий, ну что сегодня произошло, вот на твой взгляд? Ну, тяжело, наверное, такие игры комментировать, да. Скажем так, все залетело у соперников, да. Мы, наверное, оказались не готовы к игре. Я не знаю. Хотел бы принести извинения перед нашими болельщиками. Не имеем права так дома играть. И, ну, сделаем выводы, да, работаем над ошибками. И надеюсь, что такого больше не повторится. На следующую игру выйдем как на последний бой, как на войну. И зубами, костями ляжем. Но должны реабилитироваться. Как-то так. Чего конкретно не хватило сегодня, на свой взгляд? Или, может быть, кого-то? Тяжело, ну, тяжело так сказать, чего именно не хватило. Наверное, всего не хватило раз 0-7. То есть, даже не могу пока сориентироваться, да. Еще в голове немножко все это не укладывается. Но, опять же, только начало чемпионата, две игры, да. Они не так планировали начать чемпионат. Но все в наших руках. Будем работать только через работу. И нет другого у нас пути, да. Нам некуда больше деваться. Спасибо большое, Виталий. И успехов. И как можно скорее победы первой команде. Спасибо.